Друзья, приветствую всех на своем канале. Огромное спасибо, что продолжаете подписываться на мой канал, лайкать мои видосы, писать положительные комментарии. А это означает, что мой контент оказывает положительное влияние. Кому-то он все-таки интересен. И сегодняшняя тема нашего видео это что делать, если ты сорвался на половом воздержании. Процессирую одну цитату, которую я прочитал на днях. Не каждую ситуацию ты способен контролировать, но ты можешь контролировать свою реакцию на них. То есть ты понял, да, о чем я говорю? Максимально спокойное состояние даже в самую критичную ситуацию. Ты сорвался, конечно, у тебя выделяется там определенная химия. Химия страха, адреналин, женские гормоны. Ты становишься полубабой на этот промежуток, да, в основном на этот промежуток в большей степени. И ты, блин, такой думаешь, что делать? Там гуглишь видосы, что делать, если сорвался? И там еще больше начинаешь себя загонять, да. Чувствуешь себя в адупт, потому что твое внимание только на этом. Если говорить насчет этого с точки духовного зрения, да, если мы будем говорить про духовность, то у тебя бывает опустошена вот твоя сердечная чакра, анахата, зеленая чакра. Эта энергия, так сказать, может быть и любовной, и радостной, да, то есть максимально охренительные эмоции у нас происходят именно вот из сердца. Ты опустошаешь эту энергию, и, соответственно, что у нас происходит? У нас происходит пустота, происходит сбой вообще, да, нашего разума, и бывают бессознательно негативные мысли. То есть мы не в силах их остановить. Одна негативная мысль, ты ее резко поймал, потом резко другая, третья, четвертая, потому что все провоцируется нашим телом. Пока мы не достигли высокого духовного состояния, да, мы будем зависеть от нашего тела. То есть если тело не в норме, если у него нету где-либо ресурсов, например, в нашем случае это сердечный чакр, да, соответственно, будет тревога, будет страх, то есть будут все эти тревожные мысли возникать, которые вас спарят. И поэтому анонисты, да, вы заметили, что такие тревожные, то есть они, допустим, задают какой-то вопрос, а если я там один раз что-то краем, а я вот так, а я так, то есть они во всем сомневаются, они выживают своим умом. То есть если ты, допустим, у тебя вот это место наполнено, да, тебя вообще не парит большинство косяков, которые ты делаешь. То есть ты просто делаешь, да, сделал я это дело там неправильно, да, и насрать пошли дальше, там, умру я завтра, ну и что, хотя бы сегодня поживу. То есть в таком ключе чувак живет, понимаете, то есть эта энергия, она просто очень мощная. Воздержание тебе позволяет эту энергию наработать, понимаешь, потому что сексуальная энергия для твоего тела это самая сильная вообще вещь. Для духовного развития в том числе, потому что ты уже выходишь на новый уровень, да, спустя какой-то срок. И давайте поговорим сейчас про то, что вот делал, если ты сорвался. Убрать свое внимание со срыва, переключиться сразу на что-то. То есть пойти принять холодный душ, там, выпить достаточное количество воды в этот день, да, хорошо поспать. Это все, да, то есть ты составляешь себе список, какие ты дела делаешь, мелкие дела, да, в этот момент. Потом, когда ты зачеркиваешь эти дела, мозга приливает дофамин, типа, оба, я сделал то, я сделал это, я сделал другое. Я не такое уж и бесполезное хуйло, оказывается. И, типа, в этот момент, да, как можно меньше стресса должны вы оказывать на себя. То есть не смотреть негативный контент на ютубе, на каких-то новостных пабликах, да, вообще, там, стараться не контактировать с людьми, которые провоцируют выработку вашего стресса. Потому что чем больше стресса, тем больше опять риска того, что вы сорвете снова и уйдете в запойный анонизм, потому что голуби пролетели. Да, тем больше вероятности того, что вы сорветесь на запойный анонизм, потому что единственный ваш выход как-то расслабиться и получить кайф, это будет лишь дрочка. Ничего вас вставлять не будет, ни от чего другого вы больше не будете получать кайфа, понимаете? То есть мозг вам просто не будет вырабатывать эту химию. Поняли, в чем дело? То есть вы перетерпливаете эти дни, да, будет хреново, да, будет ноющее состояние, да, но энергия, она все равно восстановится, понимаете? Путем вашего правильного образа жизни, о котором я говорил в прошлом своем видео, можете его посмотреть. То есть энергия постепенно будет восстанавливаться и оба, и с каждым срывом, да, понимаешь, что твое сознание, оно расширяется. То есть ты расширяешь свой кругозор, ты уже понимаешь, где ты совершил ошибку, где ты ее не совершил, понимаешь? У тебя больше опыта, больше информации в тебе накапливается. И с каждым разом ты становишься на ступеньку выше. Получай тоже как опыт, понимаешь? То есть ты продолжаешь идти, ты продолжаешь подниматься, несмотря на то, что эта ступенька, да, ты об нее там споткнулся, допустим, да? Вот. То есть просто газуй, понимаешь? Несмотря на то, что в этот момент ты там осознай просто, что ты вот, да, тряпка, ты сейчас, блядь, просто в полной жопе находишься. Мне там, дай мне там, допустим, 3-4 дня восстановить просто свои гормоны и все. Не закапывайся в себе. Анонисты, да, очень любят копаться в себе. То есть постоянно думают, а я там так сделал, а я там ему так не ответил, я тут сделал, а я так. То есть очень часто сомневаются, да? Я уже говорил, почему эти негативные мысли возникают. Отсутствие энергии в сердечной чакре. Так ее не расходовать, кроме анонизма, я тоже говорил отчасти, но могу посвятить этому отдельный ролик, если вам это будет интересно. На этом пока что все, я не хочу больше затягивать это видео, да, чтобы информация, которую я сказал, максимально хорошо усвоилась в вашей голове. То есть переключайте свое внимание и продолжайте идти. И, конечно же, больше спите первые дни, чаще принимайте холодный душ, если иммунитет позволяет, и меньше ешьте перед сном, а особенно высокогалорийную пищу. Спасибо за просмотр, удачи!